Всем привет, дорогие друзья! Сегодня супер-мега-запкубка к Новому году. Были в ленте. Как всегда, двоякие чувства, но начнем все по порядку. Первое, что вы видите на столе, это майонез саратовский провансаль. Самый наш любимый вкусный майонез. И этот раз он реально был на хороших скидках. Банка стоила ровно 99 рублей. Обычная цена стала доходить уже в простые дни до 129 рублей. Поэтому 99 просто супер. Взяли две банки. Салаты будем готовить обязательно. Что еще из того, что сильно порадовало, это цена на икру. Икра лососевая, зернистая. В этот раз в ленте просто потрясающая цена. 149 рублей. Вот взяли мы две баночки и так побоялись побольше взять. Вот если бы точно знали, что это на самом деле хорошая икра, взяли бы прям вот, я не знаю, штук пять бы я этих банок, наверное, точно взяла. Но, учитывая прошлогодний опыт, мы были на базаре в Солнечном. И вот тоже прилавок весь завален этой икрой. Стоя на 300 рублей. Мужика спрашивали, ну как икра так классная, супер, шикарная, домой принесли, на Новый год открыл, наделал бутербродов. А оказалось, какая-то фигня химическая, вообще не натуральная. То есть, получается, переплатили, и в итоге была не икра, а какая-то вот фигня. Мы-то знаем, что такое красная икра. Чай пробовали когда? Никогда. В общем-то, прям были потрепанных чувствах, но вот бывает и так. Кстати говоря, также еще пришлось сегодня заехать в ОК. В ОК она стоит 159 рублей. То есть, на 10 рублей баночка стоит там уже дороже. Ребенку для разнообразия набрали вот огуши. Давно не кормили его огушками, но вот праздники будут впереди, так как он скудно ест. Там что, у него опять один суп, да каша будет. Фрукты не ест, но хоть огушек поест. Вот 25 с копейками стоили огушки. Черника, вот засыпайка и засыпайка. Еще что из приятного. По 48 рублей масло подсолнечное, рафинированное. Правда, здесь 0,87 литра, объем небольшой. Но, в общем-то, все равно, даже если на литр переводить, то, в принципе, цена достойная. Люди тоже хорошо брали это масло. Хорошая цена. Всем прям мы остались довольны. Решила делать мясо по-французски и купила вот ананасы, кольца, 580 миллилитров. Вот такая вот баночка. Так, сейчас скажу, сколько стоит, потому что на память я уже и не помню. Сразу хочу показать. Чек, вот такая вот лента. Итак, смотрим. Ананасы, ананасы. Стоит 99 рублей 89 копеек. И скидка составила 37 рублей. Якобы, как-то так. А вот про икру как раз заговорила. Икра лососевая 149 рублей. Скидка составила, то есть 50% скидки. Якобы обычная цена 298 рублей. Что еще купили и что понравилось и не понравилось, это выбирали мандаринов. Выбор как бы был, но Саша сказал, мне они все не нравятся. Единственное, я вот одну упаковку такую взяла. Это вот израильские. Мне показались они неплохие. Вот здесь полтора килограмма. Но и цена у них тоже просто прекрасная. 159 рублей стоили эти израильские мандарины. А в принципе, в ленте самая низкая цена на мандарины была 89 рублей. Такие вот наплохенькие. Ну, народ стоял, ковырялся. Выбирали, выбрать можно было. Но Саша категорически сказал, нет. И все, в итоге. Мы уехали в ОК и смотреть мандарины. Здесь у нас мандаринов на 240 рублей. В итоге получилось. Была свинина хорошая, цена по 195 рублей 99 копеек. Очень хорошая, ну, внешне, по крайней мере, свинина. Доставать не буду. Я сейчас в холодильник положила. В итоге вот 5 килограмм мы взяли на 972 рубля этой свинины. Окорок, сало мало. Вот хочу сделать, опять же говорю, мясо по-французски. Я сделаю свинины и куриной грудки. Еще купила вот так вот. День со свинины сделаю, день с куриной грудки. Вот так мне пока в голову пришло. И вот смотрите, скидка на товар составила 463 рубля 45 копеек. Именно с 5 килограммов такая вот замечательная скидка получилась. И самое интересное, самое интересное, я расскажу, спорили у кассы. Он говорит, ну, окинули взглядом тележку, говорит, давай с тобой поспорим. Давай. Я говорю, ну, тут где-то тысячи на три с половиной. А он говорит, да прям, говорит, тут пятачок выйдет. Опять же, по совету наших зрителей, решила взять кофе кофейнине на паях. Был вот только Суаре. И был еще вариант Мокко. Мокко я брала в Акее в прошлый раз. В принципе, в Ленте такая же цена на Мокко. А вот Арабики не было. Ну, вот решила попробовать Суаре. Но, конечно же, эта пачка оказалась как чугунный мост. Стоит она 450 рублей. Правда, тут 190 граммов, как бы объем большой, но сразу как-то вот на кофе почти 500 рублей отдать. Но мне муж сказал, бери, это тебе подарок от меня. И будешь на Новый год пить вкусный кофе. Ну, я, конечно, попробую еще, вдруг он мне не понравится. Но цена, говорю, вот просто-просто небеса. Эти конфеты принес мне Саша. Говорят, давай попробуем. Интересно, якобы настоящие-настоящие конфеты из натуральных-натуральных продуктов. И вот должны быть прям, не знаю, какие вкусные. Стоят они 150 рублей. Смотрите, и ручная работа. И созданы с любовью, добрыми людьми. Почему медофеты? И вообще, короче, конфеты из меда. Смотрим состав. Шоколадная глазурь состоит из сахара, какао тертая, эквивалент масла какао, какао порошок, лица сене соевы, трам-пам-пам. Натуральный ароматизатор, ванилин, тростниковый сахар, плодовый наполнитель клубникой, земляникой, клубника, земляника, сахар-загуститель, пектин, мед натуральный, патока молока цельное, молоко цельное, сгущенное сахар, масло сливочное, агар-агар натуральный, стабилизатор, белок яичный, сухой, лимонная кислота. Собственно, все. В принципе, на самом деле, состав такой неплохой. 150 граммов, 150 граммов медофеты, нежное суфле. Я буду смотреть в чек, потому что я уже как бы не доверяю. Мне Саша сказал, что они стоят 150 рублей. Медофеты. Ой, и не наврал. 139 рублей 99 копеек. То есть даже 140 рублей они стоят. Ну, в общей сложности практически 1000 рублей за килограмм. Эти конфеты в итоге получают. Ну, попробуем, конечно же. Попробуем, что собой не представляет. Мальчишек побаловать чипсами. Это большая упаковка за 99 рублей. Здесь вес хороший. Масса, смотри на упаковки. Где смотреть на упаковки? А что сразу вот рядом с маской-то не написать, сколько весит-то? Господи, вот лишь бы мозги попудрить людям. Не буду искать, но прямо сил нет. Большая упаковка за 99 рублей чипсы. Всё-таки праздник. Мальчишки захотят погрызть. Погрызём все вместе. Себе любимые хлебцы молодцы. Взяла цена 46 рублей. Скидки на них нет. Но, с другой стороны, вот с красной икрой бутербродики буду делать себе вот именно с этими хлебцами. Хоть я и нахожусь на правильном питании, но делаю себе поблажки. Потому что, ну, Новый год, праздники, все едят вкусняшки. И я тоже хочу. Поэтому салатики, конечно же, я буду есть. А вот бутербродики вместо хлеба буду использовать. Свои любимые хлебцы молодцы. Тоже будет с ними очень вкусно. Хрустим багет королевский. Томат и зелень не было, но вот хоть такие были. 36 рублей. Вот такие сухарики. Хрустим микс морской. Новинка 3 в 1. 33 рубля 99 копеек. Сухарики хрустим, сметана и зелень. Тоже 36 рублей. Ещё смотрели сгущённое молоко. Сгущёнку хотели найти, рогачёвскую сгущёнку. И что мы нашли? Ой, ну я не могу. Прям вообще. Я так обратно, Саша, говорю, смотри, вон, видишь, там в мягкой упаковке имеются. Давай брать. Посмотрели, а тут всего 280 граммов. И стоит она 69 рублей, там с копейками. То есть практически 70 рублей. У нас в магазине рогачёвская сгущёнка, в металлической, в обычной банке, 400 граммов стоило 86 рублей. То есть получается, вот они разлили по этим упаковкам, не долили, а берут как запорядочную. И вот в металлических банках там не было. То есть вот всё вот в таких. Ну и решили вот взять ещё попробовать сгущённое цельное молоко коровка из кореновки, потому что вот пробовали мороженое, вообще молочная продукция у них очень вкусная вся. И решили попробовать. Но вот она уже стоит, вот даже вот эта упаковка, 89 рублей. Вот. Здесь 250 вообще миллилитров. Но тут качество должно быть хорошее. Это я хотела для тортика использовать. Но в любом случае, если не хватит, Саша тогда купит уже тут у нас в магазине. Но говорю, цены на что-то на самом деле какие-то реальные скидки. Но на что-то цены задраны, но неимоверно. К рыбе также подошли. Рыба, вот красная рыба очень дорогая. В океи, оказывается, в полтора раза рыба сегодня стоила дешевле. В океи народу меньше, а цены ниже оказались. Ленты вообще дорогущие, сил никаких нет. Но в кои-то веки были скидки на шоколад, на мой шоколад, который не содержит сахара, со стевией, с изомальтом и так далее. Вот такой вот шоколад Победа. Кстати говоря, этот раз представила широкий выбор шоколада без сахара, со стевией. Цена была очень даже приемлемая. Обычно в пятерочках, в магнитных на скидках стоит 90 рублей, 100 с чем-то. А это стоило всего 79 рублей. По 79 рублей вот каждая такая шоколадка, конечно же, я взяла. Эко-ботаника, вот любимый мой вариант, тоже 80 рублей. Тут что-то 79, тоже цена такая очень хорошая была. Кстати, хочу сказать, в ленте зато очень широкий выбор. Очень много разных производителей, которые делают шоколад без сахара. Вообще вот эта вот продукция, там, для диабетиков, 3 стеллажа или 4 даже, чего нет в других магазинах. Ну, то есть, вот это вот мои сладости на Новый год будут. Весь остальной шоколад в ленте был без скидок и стоил очень дорого. Дешевого вообще ничего не было. Также наш любимый чай Хелис. Здесь 100 пакетиков стоил 289 рублей. Ну, как бы дороговато. Можно, бывает, подешевле он стоит, там, в пределах 220-219 рублей. Это почти 300 рублей. Но чай хороший. Мы его в ленте бываем, всегда покупаем. Что-то резко закончились у меня губки для мытья посуды. А я, в принципе, я разными пользуюсь. Мне нравятся вот такие, чаще всего кухончикам. Но и такая губка тоже мне нужна. Саша их таскает у меня, там, по своим нуждам курятник. Поэтому 24 рубля, раз, два, три, четыре, восемь штук. Восемь штук, 24 рубля. Губки для мытья посуды. Также хорошие скидки были на полотенце бумажное, двухслойное. Один рулон равен трём. Три обычных рулона и стоил 49 рублей. Цена прямо на самом деле очень даже хорошая. У нас вот бумажное полотенце уходит очень и очень и очень быстро. Саша решил купить хлеб, который изготавливается непосредственно в ленте. Свежий хлеб и выпечка. Хлеб купеческий. Здесь 600 граммов и стоит оно аж 80 рублей. Не знаю, почему вот он так решил его купить. Состав смотрю. Мука пшеничная, высший сорт. Вода питьевая, дрожжи сухие. Сухая пшеничная опара. Соль. Соль поваренная. Всё. Вот такой вот хлеб решил он взять. Вот так вот выглядит сама буханочка. Вот, ну, 80 рублей. Уж я не знаю, прям золотой, наверное, какой-то хлеб. Мальчишки мои ещё очень любят газировку. Вот решили взять черноголовка дюшес. 50 рублей стоит большая такая бутылка. Вернее, вру, 45. Саяны взяли тоже. И вот взяли ещё в таких бутылках. Здесь получается по литру, а тут полтора литра. Полтора литра стоит почти так же, как и литровые бутылки. Открыли, попробовали вот одну из бутылок, вот золотой. Золото саян. Ну, хочу сказать, так себе. Конечно, не радуга дешёвая совсем, но и нет того привычного вкуса, вкуса детства. Нету. Сейчас всё делают уже не так, как это делали раньше. Ну, куда деваться праздники. Будем сидеть дома. Всё уйдёт. Всё съедим, всё выпьем. Овсяные хлопья по 63 рубля. 800 граммов упаковка. Брала неоднократно. Нравятся хорошие овсяные хлопья. Хорошего качества. Ну и само собой, как же Новый год без шампанского. Конечно, это Боска. Ангвёссери. Но это не шампанское. Это, ну, как называют, вино игристое. Вот. Возможно, что там оно производится вообще в Прибалтике, но на вкус очень лёгкое и приятное. Нравится мне. Я хотела розовое взять, а розовое не было. Зато в Ленту приехали, там розовое было. А мы уже купили, я думаю, ну и не буду я там покупать. 268 рублей. Собственно говоря, что в Окее, что в Ленте. Цена на Боска одинаковая, одноэтаж. Зато взяли вот такую ещё бутылку. Это вот уже розовое, полусухое, игристое вино. Производится в Ставропольском крае. И стоит он 159 рублей. Вот так вот упакованы. Вот нафига такие упаковки. Мы его дарить никому не собираемся. Мы выпить его хотели. Столько мусора всякого привезли. Вот так вот нарядно выглядит бутылочка. Ну вот попробуем. Я люблю очень розовое и люблю полусухие вины, чтобы не было приторно-сладко. Ну что ещё? Вроде я всё показала. Мясо лежит в холодильнике. Открывать показывать не буду. Мясо со мной в Африке. Мясо хороший кусок. Не хочу доставать. Ну и самое интересное. У кассы, значит, мы стоим. Я говорю, ну три. Ну ладно, ну может три с половиной. И вот мы, значит, стоим. Три. Опять пик-пик-пик-пик. Четыре. Она продолжает пик-пик-пик-пик-пять. Она продолжает пик-пик-пик-пик-шесть. Пик-пик-пик-пик-шесть семьсот. Короче говоря, в итоге мы потратили, благо у нас есть карта лента, четыре тысячи восемьсот девяносто рублей. И скидка составила тысяча восемьсот семьдесят два рубля. Ну то есть Саша оказался прав. Хорошо, что мы ни на что не спорили. Мы к машине такие подходим. Я говорю, что же мы с тобой поспорили, а на что не сказали, на что. Ладно, я тебе прощаю. Так уж и быть. Ну в общем так, посмеялись и разъехались. Он говорит, видишь, у меня глаз алмаз. Ну да. На самом деле ничего такого не купили, да, к праздничному столу? Где вот что такого? Ничего такого нет. Все вот такое вот обыденное, обычное, простое, ничего особенного нет. А пять тысяч как с куста. Единственное, конечно, к Новому году мы готовимся давно. И кукурузы, и горошек зеленый, и все остальные консервы, все это у меня есть. Как бы все это, икровые палочки есть, всяких сортов и видов. Вот. Но все остальное мы еще заезжали в один магазин. Ну, все потом скажу. По ленте это все. Лента, как всегда, неоднозначная. Я знаю, вот, допустим, Светлана Маркелова, они обожают ленту, все время в ней скупаются. Понятно, люди привыкают к определенному виду товаров. Нам не всегда по пути в ленту, поэтому мы редко ездим, чаще в окей. Но лента не нравится мне своими вот этими дурными ценами. Очень не нравится. Все реально дорого. Ладно, закончим на этом. Дорогие друзья, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.